Всем привет! Мы находимся на Старладере на финалах 13 сезона. И рядом со мной представитель Акул, команда Вегас Кадрон, Нун или NoOne. Как правильно? Ну, для ру-комьюнити Нун, для английского комьюнити NoOne, я думаю. То есть ты не справляешь людей, которые произносят так или иначе? Нет, мне все равно, я думаю. Хорошо, Вов. Вы единственная команда, которая преодолела стадию групповую и пробилась в плей-офф, играла на сцене. Как вообще это было? Было ли где-то круче в плане атмосферности, зрительских эмоций? Ну, на сцене играть, конечно, да. Ну, конечно, круче, когда за тебя болеют, выкрикивают вега. А вы слышали через кабинку крики или все-таки нет? Ну, когда снимаешь наушники, то слышно было немного. А так нормально с изоляцией все было? Да, мы друг друга прекрасно слышали. Хорошо. Скажи такой вопрос о групповом этапе. Starlighter начался для вас немножечко так тяжеловатой игрой против Wings. Что ты можешь вообще сказать об этой игре? Ну, мы попробовали нового капитана, мага. У нас не вышло. Ну, мы потом сменили. Опять же-таки на Семена. Все. Хорошо. А об игре с ВП, это вообще была какая-то мега грандиозная каточка. Скажи, был ли какой-то вот момент в игре, когда ты чувствовал, что вот уже все, уже невозможно отыграть? Это вообще, это огромное преимущество. Ну, на самом деле, мы очень плохо играли, но таких моментов не было, потому что у нас был пик, ну, рассчитанный на лейтгейм и в мидгейме. Просто, когда мы играли уже где-то после 40-го минуты, когда они начали ошибаться, ну, Семен сказал, ждем их ошибок, и так мы выиграем эту игру. Все. Ну, то есть вы спокойно все-таки как бы держались, вот хладнокровно, ждали, пока соперник споткнется? Да, так и было. А какие вы эмоции испытывали? Ну, мы видели вообще видео, но все-таки, что творилось у тебя внутри? Ну, осознание того, что мы все же выиграем игру, потому что, ну, если бы соперник не ошибался, мы проиграли. Но так как это Virtus.pro, как и мы, СНГ-команды, которые очень любят ошибаться и делать неправильные вещи, мы просто ждали их ошибок, и когда это, ну, происходило, я чувствовал уверенность уже. Потому что поначалу, когда у них было по 7 слотов, когда у меня 2, и у Паши там 3, все плачевно смотрелось на самом деле. Хорошо, перейдем от темы StarLadder к квалификациям. Вы считались одним из фаворитов вообще этих квалификаций, вот, и вам буквально немножечко не хватило дотянуть до этого слота. Чего именно не хватило? Что бы ты поменял, если бы мог? Поменял, ну, ты имеешь в виду квалификации на мейджор, правильно? Да я бы ничего не поменял, ну, нам не хватило командной игры, и сейчас нам не хватило на StarLadder командной игры. Нам не хватило капитана, который бы сказал нам, что не нужно этого делать, давайте сделаем другое. Не в Семене проблема, а в самой команде, что 5 игроков, ну, не слушали там друг друга в некоторых моментах. Это и привело к поражению на мажор и к ЕГЭ. То же самое относится. Все, я бы ничего не менял. Просто больше играть и слушать друг друга. Вы единственная команда, наверное, которая за все время, с весны, да, не сделала ни одной замены. То есть вы такая самая сполоченная, можно сказать, потому что, ну, любая другая команда по одному игроку поменяла, как минимум. В чем вообще секрет? Ну, секрет заключается в том, что мы 5 друзей, скорее всего, и второй, вторая такая, ну, невозможность заменить кого-то. Потому что других игроков в СНГ не заменить. Ни Паши, ни меня, ни Мага, ни Семена, ни Соло невозможно было заменить на то время. Да и сейчас это невозможно. Мы просто, наверное, 5 умных людей, которые понимают это и продолжают играть вместе. Потому что, ну, либо мы меняем кого-то, и это приводит, ну, происходит, даже не знаю как. Ну, потому что я не вижу просто возможности заменить кого-то. Либо мы дисбандимся. Но дисбанд – это точно не вариант. Дисбанда не будет? Нет, конечно. Слава Богу. Я поняла, вот вы не пришли на мейджор, и, к сожалению, и сейчас вот такое расписание, график не очень плотно. На самом деле, не так много турниров. Какой вообще у вас план на эти 2-3 месяца? Буткэмп продолжительный или онлайн-турниры? Ну, мы будем очень много тренироваться. Каждый сам для себя, кланвар и так далее. Ну, и какие-то там турниры, дота-пит, я вроде слышал, мы будем играть в онлайн. Ну, да, тренировки и онлайн-турниры. В принципе, все. Все наши планы. И сплочение коллектива, еще больше? Ну, конечно. Хорошо, желаем вам удачи в этом и вообще, как бы, во всех там будущих турнирах и прочее разное. Хочешь ли ты передать кому-то приветы перед тем, как я тебя отпущу? Ну, привет нашим спонсорам из Nitrogen и организации Vega. Спасибо за интервью. Спасибо тебе, подписывайтесь на наш YouTube-канал, на соцсети Нунчика, Нуванчика, Вовы, в общем. Спасибо, что смотрите, всем добра. Спасибо. 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 Спасибо.